Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Высшая лига, Суперлига, в эластиках Киев, осень 2017, сейчас будет играть Сварог и Спортинг Гатарадный. Спортинг Гатарадный традиционно для себя зеленой форме, а Сварог сегодня играет в оранжевых манишках. Важно отметить, что, увы, получил тяжелую травму голкипер Сварога и не сможет он помочь сегодня своей команде. Да, напоминаем о том, что со Столыпи нам получилось сотрясение, как нам, капитан команды Сварога сказал, мозга и, соответственно, головы. И, то есть, с таким состоянием лучше не играть, а поберечь себя от физических нагрузок, потому что здоровье, здоровье, это все-таки самое важное. И, конечно же, ни один результат, как Дима говорил в интервью, не так важен, как здоровье. Я полностью его с этим поддерживаю, поэтому сегодня кто-то будет доподстраховывать ворота. Ну, а как я вижу, Цапенко есть, Дудар есть. Не видно, правда, Грома, сегодня его нету. Также новый заявленный игрок сегодня играет. Скорее всего, это Киркеша, потому что ранее мы его не видели. Нет, утверждать мы не беремся пока что с точной определенностью. Несколько у нас там свои нюансы там по заявке были. Ну, готовы, я думаю, обе команды к хорошему футболу. Мы видим неплохое достаточно сбору спортинга. Ну, в принципе... Я прошу прощения, а вы не подскажите, ваша фамилия Киркешеш, да? Не-не-не. А как? Гаврид Сергий. А, Гаврид Сергий. Да, мы знаем, он заявлен, я знаю. Я писал на компьютере, постоит, а еще раз пишет, это не самое новое. Понятно. Я неправильно на вопросы отвечаю. Мне спросили, Киркесия или нет. Нет, и все. А кто это? Я не знаю. Макарчук, Дмитрий. Будет с Седлецким. Разыгрывай. Цепенко. Возвращать на Макарчук. Да. Кто это зовут? Гаврид Сергий в роли голкипера пока что, если я не ошибаюсь. Да, все верно. Барбар, Тур все-таки там пробился. Дударь. Тринсингуют активно. У нас активный будет темп. Степанюк. Пока что. Вот, вы получите выиграть себе мяч. Шевчук-Олега возвращает обратно на Каденский. Тут получает Степанюка. Не проходит такой передача. Макарчук. Кое-что дальше. Седлецкий сбрасывает Макарчука. Вдвоем они с Цепенко идут. Но небрежная передача. Опасное падение такое. Знает Степанюк, что стоит. Что нельзя ему падать ни в коем случае. Вот так я, наверное, выражусь. Каденский. Дальний заброс на Шевчука. Олега. Первый на мяча Цепенко. Седлецкий-Василий. Решил проверить готовность Филонова. Николай. Тот готов. Сегодня, кстати, он тоже полевой игрок на воротах. Поэтому, можно сказать, в определенном смысле на равных условиях команды в этом. Шевчук-Олег с мячом продлевает. Интересно на Каденский. Не помним ли друг друга с Шевчуком, Павлом. Столкнулись. Первый фолк со стороны Саварога регистрирует рефери. Цепенко. Переходует Каденский Антон. Отдаст ли на Олега. Отдает. Шевчук, Олег, удар за Рудяна и парировал. Давай, давай, двигаемся, ребят, двигаемся. Возьмите Даня. Даня. Все, подойди, подойди, пошли. Даня, Даня, дай. Есть. Центр. Отдеваемся, двигаемся. Степанюк Артур отдает. Шевчук не смог зацепиться за мяч. Олег отбивает на Макарчука, Дмитрия, пересекти, на угли от атака. И что дальше, это нужно забивать. Такой момент превосходный. Не попадает. Поворотом с левой ноги. Как мы видим, все-таки правша за ядлой, цепенк Олег. И это ощущается по игре. Каденский Антон. Степанюк. Порожак контролирует спортинг. Шевчук-Олег решил пяткой сбросить. Его не приходит на передачу. Сразу цепенка хочет разогнать атаку Сварога. Макарчук оставил мяч. Нет, не оставил. Ау для спортинга. Шевчук-Павел уже готов вести его. Просил пять метров. Макарчук, похоже, не сильно прислушивался к этой просьбе. Каденский не знает, куда отдать. Находит диагональную передачу. И Шевчук-Олег у нас пробивается за ворота. А парирует. Парирует за Рудяной Андрея. Все-таки полевой игрок. Ему сложнее отбивать такие удары. Ведь не дается так практики присутствуют. Но пока что мы видим, что вписался хорошо. И два раза уже смог предотвратить проблемы для своей команды. Дудар. Перехватывает Дудар. Сразу цепенка хочет разогнать атаку. Дождался подкрепления. И вот как раз на Дударе и продлил. Удар, гол. 1-0. Сварог выходит вперед. И забивает у нас на третьей минуте Дудар. Сергей. И ранний мяч как-никак может порадовать. Интересная передача Шевчук продлевает за Рудяной. Все-таки умудрился остановить мяч. Да, прям вписался в роль голкипера. То стоит отдать должное. Мяч остается у Сварога. Да, не остается у Сварога. Дудар. Цепенка решил пробить. И на добивание уже не получилось. Здесь подстрахуют Седлецкий, сбрасывают на Рудянова. На Матвеюка. Матвеюк снова на Седлецкого. Белая футболка, белая футболка, черные шорты. Богданова, да? Не, все есть, конечно, мы просто без формы, сложно. Седлецкий, Цепенко. Матвеюк зацепился, нет, мяч пришел к спортингу. Русалин хотела разогнать, но это привело к потере мяча. Цепенко сразу же догадал этот аут. Матвеюк. Какая была бы красивая комбинация и красивый гол все-таки, если бы смогли пробить. Я молчу, Сережа, я молчу. Сережа, ты что? Дивень, залет, что вы станете? Водя, ты с ним играл? Не проходит передача. Хорошо разгоняется Дударь, вставляет мяч у себя, как на движение убрал. Цепенко с трудом, но все-таки принял, а вот Русалим уже здесь перекусил. Нынче, пацаны, съедаем нынче. Хотел отдать, но Цепенко все грамотно сделал, все рассчитал. И это угловой для Сварога. Проглажают давить команда в оранжевых манишках. Такое впечатление, что хотят еще и еще и забить. Неэффективно закончить. Обратите внимание на перебинтовку Филонова. Дело в том, что только голкиперы, которые постоянно стоят и имеют достаток практики, перебинтовывают так пальцы, чтобы не было растяжения после сильных ударов. Естественно, опыт у нас есть огромный. Видимо, у этого голкипера. Типанюк Артур, он обработал мяч. Давай, Вася, давай сбой накидаться. Стоит! Удар Родианой парирует. Котенский Антон у мяча просит пять метров. Дождались, когда все-таки засунули пять метров. Сразу Типанюк пробивает. Что ты делаешь, блядь? Цупенко. Дальний заброс на Гавриса в борьбу, но тяжеловат был об этом Сергею. Бой, давай! Давай, 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 давай! Рысоко пацаны пишут! Блин! Бой! 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 Ну, Цупенко подловил, да. И разгоняя вот таку, Матвеюк далековато отпустил. Сразу же и боят Иванович в игру, Владислав что предпримет? Борьба. Все-таки, победил похоже Матвеюк. Отложенный фол для спортинга. Цупенко. Сидецкий, диагональная. И успеть ли Гаврис? И нужно дальше заиграть. И успел, но Каденский-Антон тут как тут, подстраховывает свою команду. Цепенко, пробрался. Да, пробрался все-таки, вот хотел отдать фарадачу, но не совсем точно стражу Иерусалим разгоняет. И это гол. 1-1. И Стиванюк Артур у нас открывает счет за спортинг, а тем самым счет общий становится 1-1. Хорошая комбинация, динамично это смотрелось, но, надо сказать, очень нарастили темп обе команды сейчас на данный момент. Я даже не знаю, что нас ждет дальше. Счет снова равный. Нельзя не сказать, что в прошлом туре спортинг одержал довольно-таки валютную победу на смарт-климатом, проигрывая, конечно, по ходу матча, но смогли собраться. Возможно, это как раз одна из тех команд, которым лучше пропустить сначала первый мяч, а потом на волевых усилиях отыграться. Ну да, может и нет. Хавать и простой пас давай. Последний, задний, назад. Сюда шире ножа керати. Стоим, стоим, стоим! Заброс от Каденский, зацепится ли Шевчук, Павел. Нет, тяжело будет ему там успеть. Ниже, вот там не плохо, где Жека, вот куда? Здесь Владу и надо, ему об этом все. Жека, поменяйся! Жека, поменяйся! Жека, поменяйся! Жека, поменяйся! Жека, поменяйся! Жека, поменяйся! Успешно принимает решение, все-таки делает заброс на Сапенко, а Таву не получилось оставить мяч в игре. Влад будет водить мяч. Эленский Антон. Широко играет. Сучик Павел, капитан команды. Не дожидался, на самом деле, того, как партнеры откроются и... Натальирует мяч в «Спортинг», Гаденский возвращает обратно через дом. Шевчук Павел с мячом. Игрует дальний заброс, перекос этот... Сапенко, сразу разгоняется Олег. Сидельский зачем-то пошел налево, в левую зону. Получился мяч из Шука Павла. Сбросит он на Каденский Антона. Пытается пробиться. Заброс на Русалима Антонка перегрызает. Ну, темп нарастили, но при этом есть брак при передачах, поэтому четком контроле от какой-то из команд мы не видим. Паша, ты шире уйди! Дэнский решил отдать туда передачу, но она не приходит Цепенко, Олег, что припримет. Это вообще там Твиюка. Поспешил, поспешил здесь Богдан, наверное. Позады ему хорошо, по исполнению не так, как хотелось бы. Спортинг с мячом. Просто у него просто можно. А отрилет на своё половине поля. Хилонов Николай. Вышлик Гавриис. Шука Рик решил пробить, но Цепенко сблокировал. Так получается, по-другому Артура его там никто не держал. Если перед ним свободная зона, можно идти. Не дает ему пройти себя. Матвюк Богдан сразу же Гаврииса подключает, что предпримет Сергея прострел. Ай-яй-яй-яй-яй! Зыграл Степанюк, Владислав возвращает ему обратно Артуру. Чуколек с мячом, получилось Седлецка выиграть этот мяч. И Цепенко передает Матвеюк-Богдан. Цепенко снова дальний навес хотел сделать, но на самом деле разрыв был большой, и лучше было бы выскакивать Седлецкому. И мяч сохраняется за спортингом. Перепосовывает спортинг сейчас. Можно снова отыграть на Филонова. Так и делает. Еще такому отдать. Владислав в этой ситуации находится все-таки. Но Цепенко прочитал всю эту ситуацию. 3 в 2 выходит. Что дальше? Отчиталось это передать. Все-таки отчетливо корпус ставил. Будет бить. Ну, читалось. Читалось, конечно, передачу действительно на Степанюка. Мне кажется, просилось. Просилось, вернее, не читалось, а просилось. Ну, решил, что Чуколек пробить заработал угловой. Почему бы и нет? Пенски переводит на угловой. Как-то он с опаской это делал. Отклонившись. Да, как бы... Боялся, может, что прибьет руку к штанге. Не знаю. Результат есть результат. Филонов готова. Решил уже подключиться к атаке. Решил пробить. Штанга! И сразу же Цепенко хотел наказать, что называется. Быстрее, чем это возможно, мне кажется, действовал в этой ситуации Олег. И поэтому, конечно, мяч сошел с ноги. Испанюк Артур, Филон. Разыграли. Катенский, Антон, растягивает. Катенский делает дальний заброс. Удал в борьбу на Шевчука Олега. Цепенко первый на мяче. Сразу же разгоняет атаку Сваро. Федерский подключает Матвеюка. И... Ну, что же дальше. А вот выпускает мяч Богдан все-таки. Хотя пытался зацепиться там за него. Чепчук Олег здесь сам. Никто его не прикрывал. Подключает Степанюка. Тур пытался раскачать. Будет бить. Блокирует усилецкий этот удар. И сразу же Гаврис пытается разогнаться. И вот чуть-чуть не хватает ему, чтобы... Я даже не знаю, кому не хватило здесь в этой ситуации. Наверное, все-таки Матвеюку. Чуть-чуть не хватило, что... Передача превосходная была. И чувствовал, что дальняя, как говорится, Должно замыкаться. Олег здесь сам. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой хороший сейчас шанс. Расславился. И беру тайм-аут у нас сейчас, как я понимаю, Сваров. Счет 1-1. В первом тайме сыграно. Пока что 15 минут. Уверенней чуть-чуть. И все. Что мне принять? Прими его дать. Подержать, подержать чуть-чуть. Я не принимаю. Паша. Я прощаю. А как его фамилия? Влад. Александр Кучков. Александр Кучков. Как Кучков? Я толкаться там не буду. Зубков. А, Зубков. 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 Нужно тайм-аут, я думаю, для Сварога. Потому что в какой-то момент Спортинг все-таки переломил ход. Переломил. И сегодня как-никак они очень организованно играют. Хороший контроль мяча. Чувствуется тактическое направление в сторону тактики. И очень за этот тур, за эту неделю, не знаю, тренировались ли или нет. Но явно пообщались. И приняли решение все-таки грамотнее и более тактически играть. Ну не хватает, мне кажется, коржа, Владимир, для полного счастья. Да, для полной комплектовки. Я полностью с тобой совершенно согласен. Тогда эта команда сможет доставить многим проблемы, если полной обойме будут. Ударь, не точная уже передача со стороны Макарчука Дмитрия. Он все-таки решил побороться. Такое впечатление, что грязновато. Апеллирует Типанюк к рефери, но рефери не преклонен. Жестковатое столкновение. Мяч остается все-таки за Сварогом. Цепенко будет вводить мяч в игру. Дударя... Как подбросил. Интересно, подбросил на Макарчука. Первый на мяче был Дмитрий. Цепенко думает, что предпринять. Перекусывает. Василий, Василий. Василий, Василий. Василий, Василий просто. Иди к тому. Мой вводящий. Нацепенко там ворвался. И сделал их не пустыми, собственно. И просто перекусит этот мяч. И вот мы видим, что готов Каденский даже на эмоциях сбегать. Быстренько за мячом. Потому что почувствовал вкус. Жертва смажется. Да. Если можно так выразиться. Если нет, то есть малой серый. Прострел. Чуть-чуть не хватило щучку Олегу. Но тяжеловато на самом деле. Там он бежал в противоположную сторону. Поэтому тяжело такие удары наносить. Уже хорошо то, что прикоснулся к ключу. Иначе по-прежнему спортинга. А какой момент сейчас за Рудяной вовремя вышел. И это гол! И видно, видно было эту свободную зону. И Каденский Антон забивает. На семнадцатой минуте. 2-1. Спортин выходит вперед. Я думаю, Сварог явно такого поворота событий не ожидал. Контролирует мяч от своих командоварандов. Манишко, Цепенко. Вращается с Децком. Корчук выкрит там удар. Вот то, чего не хватало в игре. Сварога то, что редко-редко свои вот эти атаки замыкают ударами. В основном все передачи идут на дальнюю штангу. И зачастую то, что не заканчивается. Дальний. И нет. Забирает Филонов этот мяч. Отличный вброс. Остался таким мяч у себя, Шевчук Олег. Нужно отметить этот факт. Требу твоего нехилового мастерства. Каденские. Оранжевый фол. Второе командное замечание. Второй фол с стороны. Местовое место. Сейчас у нас был разыгран штрафной. Поэтому он будет переразыгрываться. У меня сейчас Степанюк Артур. Не видим капитанская, похоже, повязка у него сегодня. Скорее всего бить будет. Как будто бы к удару готовятся. Плотный удар низом не доходит. Все-таки получилось у Секпенко потушить временно этот пожар. Плотный прессинг включил Спортинг. Цапенко Олег сыграет ли между игроков... Он сыграет правее на Седлецкого. А тут спину Макарчуку Дмитрию передача хоть и доходила, но не так, как возможно ее обработать. И Степанюк Артур будет мяч. Не точная передача перепустит Макарчук Дмитрий. Пошел туда на фланг. Затем не совсем понятно, ведь там же рядом был... А если бы пяточкой скатил бы? Как эффектно был Седлецкий? Да хоть все-таки передача дадут. Даля тут бьет, но Степанюк бы разблокировал этот удар. Не забросил Шевчука Олега, а тут подправляет и... Боже ты мой, какой момент! Да... Ну нельзя не сказать, что потрясающее чутье у Олега на то, где нужно оказаться в какой момент. И может он доставит немало проблем соперникам. Они вброс Шевчук. Олега спокойно за Рудяной забирает этот мяч. На... Цепенко тут разгоняется. Не помню, есть Макарчук он друг другой. Но это привело к потере мяча. Шевчук Павел взберел в игру. Нет, все-таки похоже не совсем с линии. Значит нужно будет вводить сейчас уже аут с ворогу. Ага, ну пусть ко мне подойдет. Ага, ну пусть ко мне подойдет. Цепенко Олег с мяча. Довольно близко к воротам соперника. Решили все-таки разогнать на коротке. Прошу почтение, что отличался, да. Шевчук Павел в чем? Перекусывает Цепенко. Будет бить похоже не доходит до ворот Каденский. Как тут Дудар перекусывает. Хорошую сейчас возможность забивать. А вот Филонов грамотно все сделал. Еще раз делает сейв по сути. Да не по сути. Он очень грамотно позицию выбирает. Обратите внимание, как он сокращает угол и дистанцию. Павел продлевает небрежная передача на Русалима. И придется возвращаться. Удар не проходит. Играть остается совсем чуть-чуть и вправду. Забросный Шевчук. Олега тут сразу сходу пробивал. Ну, это был бы очень красивый гол, конечно, если бы попал. Корчук. Каденский здесь как здесь. И снова в обороне. Желтую карточку Каденский Антон. Похоже, рефер не доволен тем, как при воде аута поступает. И хорошо. Забивает Макарчук Дмитрий. Как-то сумел сориентироваться. Непонятно как, честно говоря. И пробил. Пробил. И сейчас двадцать вторая минута. Счет становится два-два. Удалось поравнять Свароку. Двадцать вторая. Это на снимке видео. А так двадцатая. Последняя минута у нас сейчас как раз, похоже, будет. Нет, последние секунды даже шли. Прошлый сейчас свисток. Счет два-два по итогам первого тайма.